Цены на нефть и золото достигли четырехмесячных пиков в пятницу, поскольку растущая напряженность между США и Ираном побудила инвесторов обратиться к безопасным активам во избежании потенциальных перебоев в мировых поставках нефти. Фьючерсы на золото выросли на 1,6% до 1551,95 долларов за тогда как фьючерсы на нефть WTI поднялись на 3,7% до 63,48 долларов за баррель, а Brent на 4% до 68,89 долларов за баррель. Японская иена выросла до трехмесячного максимума в понедельник, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает укреплять спрос на безопасные активы. Иена достигла максимального уровня за последние три месяца при 107,77 иен по отношению к доллару США, последний раз торгуясь на отметке в 108 иен. В свою очередь швейцарский франк торговался вблизи четырехмесячного пика, отмеченного в пятницу, на 1,824 по отношению евро, тогда как биткоин достиг двухмесячного максимума в 7580 долларов перед снижением до 7560 долларов. 2019 год стал прибыльным годом для британского автопроизводителя Rolls-Royce. Опубликованные компанией данные по продажам оказали поддержку сфере автопроизводства, переживающей спад мирового спроса, а также способствовали росту акций материнской компании BMW на 1%. Rolls-Royce сообщили, что годовой показатель продаж вырос на 25% до нового рекордного максимума благодаря стабильному спросу на первый внедорожник автопроизводителя Cullinan. Компания продала 5152 автомобиля в 2019, что выше 4107 единиц в 2018 году. Финансовые рынки упали в среду после того, как Иран нанес ракетный удар по двум американо-иракским авиабазам. Между тем, падение акций было приостановлено после того, как Иран заявил, что данная атака не рассматривалась как начало войны, а президент США Дональд Трамп сообщил, что все в порядке. Атаки стали причиной снижения индексов S&P 500 и Nikkei 225 на 1,7% и 2,4% соответственно. Между тем, нефть поднялась на 4,7%, а золото выросло до 1600 долларов за унцию впервые с 2013 года.